Дорогие друзья, в течение трех последних лет я часто ходила в библиотеку, изучала журнал декоративное искусство СССР и выкладывала на свой канал небольшие ролики с тем, что мне больше всего понравилось. Сегодня мы идем на выставку, посвященную 65-летию этого замечательного журнала. Выставка с необычным названием «Открытика». Ее авторы изобрели столь странное слово, вспомнив о популярных в советские годы праздничных открытках. В центре выставочного зала установили овальный стол, заполненный раритетными журналами декоративное искусство. Посетители могут перенестись в ушедшие 1960-е годы и поприсутствовать на редакционной планерке времен СССР, где обсуждался готовящийся к печати номер. За столом искусствоведы. Среди них Любовь Савельева, автор представленной на выставке композиции из стекла «Сокольники», напоминающие деревья, помещенные в стеклянные колбы или сосульки. На выставке представлены и другие произведения искусства, которые стали модными с подачи журнала в далекие 1960-е годы. Представлены и современные произведения, например, фарфоровый набор «Утечка оранжевого» Натальи Хлебцевич. На выставке есть и такой уютный уголок советской квартиры середины прошлого века. Вы можете даже видеть здесь фотоаппарат «Зенит» тех времен. Кресла эпохи оттепели. Типичный журнальный столик, на котором старые номера журнала, а также новый выпуск. После деловой части здесь можно устроиться, взяв из старого шкафа журналы и книги по искусству, полистать их и даже почувствовать себя при этом частью экспозиции. Так как я уже изучила все номера, вышедшие в советское время, то сейчас листаю современный номер. Сегодня журнал возрождается в новых форматах, с новыми идеями, содержаниями, новыми IT-средствами доставки к современному читателю. Но до сих пор раз в год журнал выходит в печатном виде со специальным выставочным проектом. Но вспомним все-таки советский период. Год рождения журнала 1957 год. Журнал «Декоративное искусство» – это самое популярное периодическое художественное советское издание. Ежемесячный тираж более 50 тысяч экземпляров. В журнале поднимались такие вопросы, как эстетика окружающего человека пространства. В 1965 году понятие «дизайн» вошло в СССР через журнал «Декоративное искусство». После этого художников-оформителей стали называть дизайнеры. Журнал освещал такие темы, как промышленный дизайн, домашний интерьер, художественный керамика, дерево, металл, текстиль, монументальное искусство, художественные народные промыслы, графический дизайн, малые формы городской архитектуры, экспериментальная архитектура, художественный фарфор и посуда, мода, которую можно было сшить и носить. После некоторых публикаций проводились министерские совещания, на которых рассматривалась критика и предложения специалистов, опубликованные в журнале. Журнал был учрежден Союзом художников СССР, выходил в Москве ежемесячно с 1957 по 1993 год. В журнале часто выходили статьи известных историков искусств. С развитием выставочного дела часто стали выходить статьи, посвященные выставкам на советском пространстве и международной арене. В период оттепели в журнале стали появляться статьи, посвященные искусству Европы и США. Дорогие друзья, мои обзоры на журнал, конечно, не полные. Я рассказывала вам о том, что понравилось в первую очередь лично мне. Изучая этот журнал, я получила громадное удовольствие, узнала много интересного и обнаружила для себя, что многое из того, что сейчас считается современным дизайном, уже давным-давно существовало в советском дизайне. Советский дизайн очень интересен для изучения. Всем советую журнал Декоративное искусство СССР.